Дорогие друзья, здравствуйте! Давайте продолжим наше путешествие по бесценной книге Деяния апостолов ученика Христа Луки. Бедный человек, говорит апостол Павел, что не хочу делать, что хочу не делать. Кто избавит меня от этого тела смерти? И сам же отвечает Иисус Христос. И вот о том, что Иисус Христос спаситель, избавитель от той смерти, которая была неизбежна для человека до его прихода, мы говорим, конечно, о духовном состоянии человека. Все ждали Мессии. Он избавляет человека, которым есть возможность жить Богу, от шеолов. Так вот, Деяние — это повествование всего того, что делали посланники Христа для несения вести о спасении во весь языческий и иной мир. Я имею в виду иудеев, эту радостную весть, что пришел наконец Мессия, которого они ждали тысячи лет, несли апостолы и для своих братьев. И с чем же они столкнулись? Это мы видели в Деянии Апостолах. Давайте обратимся к главе 23. В 22 главе мы видели, что апостол Павел предстал перед Синодрионом. И читаем далее. Павел устремил взгляд на членов Синодриона, сказав, братья, с чистой его совестью перед Богом, жил я до сего дня. Он обращается очень интимно к членам Синодриона, братья, еще и потому, что он мог так говорить, так как сам был некоторое время членом этого Синодриона. Прервав Павла, первосвященник Анания приказал тем, кто стоял рядом, бить его по устам. Но это было неслыхано на самом деле. Он здесь как судья и такое творит. Дело в том, что ему очень не понравилось, что Павел назвал их братьями. Это раз. И вся его вот такая позиция, уверенная в себе, тоже была противна Ананию. О первосвященнике Анании мы читаем у историка Флавия. Флавия пишет, что Анания был человек грубый и гордый. Он сын неведия, преемник в этой должности Иосифа, сына Камила. Причем он был в услужении у римской власти и предшественником тогдашнего прокурора Феликса Квадрата. Он отправлен был в Рим для оправдания перед Кесарем возведения обвинений на него, на Ананию, потому что он был, по сути, бандитом. И, сохраняя некоторое время свою должность, он был избавлен от ней Феликсом, о котором мы будем говорить. Еще о нем говорит Флавий, что он был один из самых развращенных из Судукея в самый худший период иудейских иерархов. Вот именно тогда пришел Мессия. История приведет о его неразумном, жесточайшем мщении с самарианом. Но мы сейчас это немного наблюдаем. Я и говорю о жесточайшем мщении. И он, Анань, это делал далеко не благородными средствами, что оправдывал себя и заметал следы. То есть всех свидетелей он убирал. И Талмуд нам пишет об Анане, говоря, дополняя его характеристику мрачной личности, что он был грабитель-тиран, который своей ненасытной алшин всю довел до нищеты низших священников. Он их грабил и обчищал через десятины, и выбивал дубинами из них вот эти деньги, которых иногда просто не было у самых низших священников. Что же Павел ответил на вот эти попытки бить его по устам? Очень интересная фраза, многоговорящая. Бить тебя будет Бог, ты стена подбеленная. Сидишь ты тут, чтобы судить меня по закону, а сам вопреки закону велишь бить меня. Конечно же, это было вопреки закону. Это раз. Во-вторых, здесь Павел говорит строчки из книги Экклесиаста, Соломона повторяет. Будет судить тебя и будет бить тебя Бог, говорит Соломон. Это пророчество от Павла. Почему стена подбеленная? Это то же самое, что гробы крашеные. То есть ты сверху подбелился, а внутри тебя нечистота гнили. И стоявшие рядом возмутились. Перевосвященника Божия, скорбить ты осмелился. Не знал я, братья, ответил им Павел, что он перевосвященник. Я помню сказанное в Писании, «Не говори худо о начальствующих в народе твоём». Здесь очень интересная опять-таки фраза апостола Павла. Дело в том, что он говорит это, конечно же, с иронией. Конечно же, он знал, что она не перевосвященник. Он просто не мог этого не знать. Но то, что он повторяет написанное в Таре, «Не говори худо о начальствующем народе твоём», это он говорит для тысячи начальников, чтобы ему действительно не вменили в вину то, что он непочтительно относится к начальству. Это уже было в праве римском ему предъявить такие обвинения, хоть и первоначальники эти были из уидеев. А для Анани он говорит, что какой же ты первосвященник. Ты бандит и разбойник, поэтому он и говорит так. Я никак не думаю, что ты первосвященник. Есть очень интересная интонация, ироничная и саркастичная. Потому что Павел хорошо знал, что одна часть Андреона состояла из садукеев, а другая из фарисеев. Они вечно враждовали друг с другом. Садукеи были того времени такие атеисты. Они не верили ни в ангелов, ни в загробную жизнь, ни в воскрешение из мёртвых. А фарисеи, конечно же, во всё это верили. Удивительно, да как можно верить в Бога и не верить в ту жизнь, в которой нам предстоит быть с ним. Какой тогда в чём-то вообще смысл. Это был удивительный народ, направление в иудаизме садукеи. И вот поэтому хитро так Павел их столкнул лбами. Он сказал, что он фарисей из фарисеев, и за нашу надежду на воскресение мёртвых стою здесь перед судом. И, конечно же, фарисеи стали его оправдывать. Он мог бы вообще избежать поездки в Рим и дальнейших тяжёлых событий. Но так, как мы видим сейчас, увидим дальше по тексту, сказал ему это Иисус Христос, Сын Божий, о том, что ты будешь свидетельствовать о Едином Боге в самом центре язычества. И, естественно, о Мессии, который принёс слово Творца Единого для каждого человека на земле. Настали эти времена. Самые тяжёлые, кстати, были вот эти именно времена для Духа человека, для его жизни. Когда пришёл Мессия на этой земле, каждый пришёл к своей точке невозврата. И иудеи мы видим, что у них за первосвященники. И язычники, которые уже проживали свою жизнь как нечто непонятное и ненужное, особенно римляне и греки. И как только это Павел сказал, бросил им некую кость, Судукея и фарисеи заспорили между собой, и собрание раскололось. Ещё раз нам повторяет Лука, Судукея, как известно, утверждает, что нет ни воскресенья из мёртвых, ни ангелов, ни духов. А фарисеи всё это признают. Поднялся крик, и некоторые книжники с фарисеев, то есть на такие-то нахер, стали спорить, заявляя, мы не находим ничего плохого в этом человеке. Разве могло быть таково, что с ним говорили духи ангелов? Конечно, всё Писание нам повествует об общении человека с ангелами. Стал таким ожесточённым, что трибун начал опасаться, что Павла могут растерзать. Поэтому он приказал воинам прийти и привезти Павла из толпы спорящих и припроводить его в крепость. Боялся за Павла трибун? Да, конечно же, нет. Он боялся за себя, за своё положение, потому что Павел, римский гражданин, если без закона что-то с ним сделают, трибун сам ответит собственной головой перед своим начальством. На следующую ночь Господь явился Павлу, небось, сказал он, «Как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так буду свидетельствовать и в Риме». Вот она миссия Павла, свидетельствовать в центре язычества. Кто же это имел? Конечно, Иисус Христос, Сын Божий, Господин и Повелитель, как и обращался к нему Павел. Здесь тоже надо заметить, насколько сильны были законы Рима и как они боялись нарушить предписания, трибуны, тысячи начальники, все предписания римского закона. Действительно, был силён. Здесь есть, в чём поучиться. Сейчас мы и увидим, как будут реагировать римские начальники на слова племянника Павла. Далее мы читаем, «С наступлением дня некоторые иудеи вступили в тайны с горы, между собой связав себя с священной клятой, что не будут ни пить, ни есть, пока не убьют Павла». То есть наложили на себя некую анафему. Это было принято в иудаизме. Но, конечно же, они погрячились. В этом заговоре участвовало более сорока человек. Они пришли к первосвященникам и старейшинам и сказали, «Мы связали себя с священной клятвой, ничего не есть, ни пить, пока не убьём Павла». Вот таково было положение в иудаизме. И это первосвященники и старейшины, которые должны исполнять закон Бога, следовать своему праотцу Аврааму. Они готовят заговор с целью убийства. Что такого сказал им Павел? Он честно, откровенно, искренне пытался донести своим братьям всё, что ему открылось. Можно соглашаться, можно нет, но они хотели его убить. Почему такая жажда истребить Павла было у них? Конечно же, он был из их среды, и он был свидетелем всего того, что делается внутри первосвященства в Иерусалимском храме в эти времена пришествия Мессии. Он был их разоблачитель. Он был оракулом, пришедшего на землю Мессии, который всем иудеям напоминал истинные законы Тары возлюби ближнего своего. Потому что учение Христа возвращало их к истокам единого Бога, от которого они очень далеко ушли. И это становилось видно через призму учения Иисуса Христа и его последователей. Он был крайне опасен, потому что у него были последователи. Опасен, конечно, для верхушки и штаблинфента, современного Павла иудаизма, иудейства, служителей Иерусалимского храма. И вот они рассказывают старейшинам об этих кознях, интригах, которые они спланировали. Обратитесь же теперь вместе с Синодрионом в трибуну и попросите привезти к вам Павла, якобы для того, чтобы поточнее рассмотреть его дело. Посмотрите, ложь. Какая коварная ложь. Мы готовы убить его, прежде чем он придет сюда. Дальше интересны какие-то идут повествования, о которых, в общем-то, нам ничего не известно. Что это за племянник у Павла? Об этом заговоре узнал о племяннике Павла. Он пришел в крепость и все ему пересказал. Видите, как свободно содержался Павел, что к нему можно было приходить спокойно. В оригинале мы читаем, что это был сын сестры. Услышав же сын сестры, Павла о засаде прибыл и рассказал все Павлу. Скорее всего, он где-то имел какую-то должность здесь у римлян. Поэтому его попечительство о Павле немного странно, так как Павел ушел в христианство, а вся его семья не была обращена в христианство, хотя нам об этом ничего практически не известно. Хотел ли он помочь трибуну или хотел ли он больше помочь Павлу, так как он в первую очередь пришел к Павлу, то значит он все-таки хотел помочь своему дяде. И, видимо, скорее всего, он именно был сочувствующим христианству. Павел же позвал к себе одного из центурионов, и попросил его, этот молодой человек хочет кое-что сказать трибуну, проведи его к нему. Вот здесь то, о чем я вам говорила. Посмотрите, как они слушают узника. Кажется, какой-то узник. Сейчас бы в наши времена хлопнули его по голове, стал бы он что-то говорить начальнику стражи. Иди вот этот молодой человек, проводи его к своему начальству, пусть он что-то скажет. Да никто бы не стал, конечно, слушать заключенного. Чаще всего нет. А вот тогда римляне очень уважали и права, и закон. Центурион взял его, привел к трибуну и доложил. Узник Павел возвал меня и попросил проводить этого молодого человека к тебе. Ему надо о чем-то с тобой поговорить. Трибуну взял юношу за руку, отвел в сторону и спотел. Так что ж ты хотел сказать мне? Вот здесь нам, конечно, еще раз скажем, многому есть поучиться о законниках Рима того времени. Иудей начал тот, племянник Павла. Договорились о том, чтобы просить тебя привезти Павла завтра в Синодрион. Они якобы хотят точнее рассмотреть дело. Но прошу тебя, не доверяй им, потому что более 40 человек устроили засаду и поклялись не снипить, пока не убьют Павла. И уже сейчас они готовы и ожидают лишь твоего согласия. Здесь, конечно же, и племянник Павла, и сам трибун заволновали, потому что это практически мятеж иудеев против римской власти, против закона, потому что без суда и следствия никого не казнили в Риме. Кстати, в иудаизме было категорически запрещено кого-то казнить без суда и следствия и без двух свидетелей. О двух свидетелях часто говорит Писание. Это земля и небо, это Моисей и пророки, это Илья и Моисей на горе. Где предстал Христос в сиянии света. Это два пророка, которые будут представлены в апокалипсисе как свидетели обвинения и так далее. И трибун рисковал собственной головой. И Моисей Павлович тоже об этом предупреждает. Это выгодно и трибуну избежать этого волнения. И трибун говорит молодому человеку, не говори никому, что ты рассказал мне об этом. Затем трибун вызвал двух центурионов и приказал в девяти часам вечера, то есть примерно в три часа ночи по нашему времени, приготовь отряд из двухсот воинов для переходов в Кесарию. А кроме того, 70 садников и еще 200 воинов вооруженных копиями. Это очень большая армия. Это треть примерно того легиона римского, который стоял возле Иерусалима. Поэтому, конечно же, им нужно сразу вернуться обратно. Переход на самом деле был долгим и мучительным. То место, куда нужно было привезти Павла. Мучительным, потому что по жаре было идти трудно, шли ночью. Потому он и говорит, приготовьте также лошадей для Павла, чтобы он под надежной охраной был доставлен в прокуратуру Феликса. И он написал письмо Феликсу такого содержания. Я Клавде Лисии приветствую его превосходительство прокурора Феликса. Но это так звучит в переводе, как же писали в то время. Я Клавде Лисии сильнейшему навестнику Феликсу радоваться. Ну, здесь он себя выставил героем, который защищает римские законы и святость. На самом деле, то, что случилось, что Павла, римского гражданина, арестовали, заковали в кандалы без суда и следствия, для самого Лисия было фатально. Если бы Павел об этом рассказал, то Лисий лишился бы не только места своего, но, может быть, и головы. Далее Лисий пишет, сообщает, что этот человек был схвачен иудеями, и они были готовы убить его, но я с отрядом воинов вмешался, освободил его, узнав, что он римский гражданин, настоящий бэтмен. Желая разобраться в том, в чем они обвиняют, я привел его в Синодрион, их суд. Мне стало ясно, что обвинение касается спорных вопросов и их закона, но не предъявлено ничего такого, за что он стоен был бы смерти или тюрьмы. Далее Лисий пишет в том же ключе, когда же мне стало известно о готовящемся покушении на этого человека, я немедленно поставил его к тебе, а его обвинителям велел изложить перед тобой все, что они имеют против него. Будь в полном здравии. Так как Лисий не упомянул о каких-либо нарушениях Павлом римского закона, это было равносильно, что он невиновен, но Павел имел распоряжение от Иисуса Христа, своего повелителя, говорить о нем в Риме, значит, он должен был туда прибыть. На самом деле он мог бы уже освободиться, но видите, как исполняет апостольство Павел. И далее воины, как им было приказано, взяли Павла и ночью привели его в Антипатриду. Антипатрида это древний город Афек. Он был переименован Иридом Великим и находился примерно в 42 километрах от Кесарии. Там часто останавливались те, кто ушел из Иерусалима в Кесарию. И переход туда был, еще как мы сказали, очень сложным. И на следующий день оставив всадников сопрождать его, Павла возвращались в крепость. Прибыв к Кесарию, сопровождающие Павла вручили прокуратору письмо и передали ему узника. Прокуратор, прочитав письмо, спросил Павла, из какой ты провинции? Узнав, что тот из Килигии, сказал, я выслушаю тебя, когда придут твои обвинители. И затем повелел содержать Павла под стражей во дворце. Ира, да, он там находился под вольным наблюдением. Мы это видим уже, что к нему приходили посетители и так далее. Почему спрашивает прокуратор, с какой провинции Павел? Потому что он надеялся, что это не его компетенция, и ему можно избежать этого дела. Но так как Килигий находился под властью легата Сирии, перед которым Феликс снес ответственность, ему не удалось избежать, отфутболить занятия вот этим неприятным для него делом. Потому что в нем было все неясно, что происходит. И, конечно же, он чувствовал здесь какой-то подвох и опасность. Друзья мои, вот так нам повествует детально деяние о всем том, что делали апостолы, несущие учения Христа во все уголки мира. Насколько это было опасно, насколько это было тяжело, но они посвящали свою жизнь этому. И с какой уверенностью Павел несет правду о Мессии, рискуя своей жизнью, зная прекрасно, что ему ждать. за это. Что ждать от людей, а что будет от Бога. Друзья, всем радости познания.